Всем привет! Сегодня такой тоже немножко нестандартный будет каст, не совсем привычный. И вообще сегодня такая серия кастов, большей частью обо мне, ложится в плейлисты моего видеоблога. Но я думаю, что тоже интересно будет послушать. Как вы все прекрасно знаете, Новый год, то есть вот декабрь, и вся вот эта декабрьская пора, это время для многих, это время делать выводы за год, делать, подытоживать. И для многих это стало такой традицией. То есть даже есть такая тема в ЖЖ, когда делают там, что было задумано, там три поста, типа, что было задумано в начале прошлого, ой, в конце прошлого года на этот, что выполнено. Ну, соответственно, что... И третий пост, да, это что планируется, что мы планируем на следующий год. На самом-то деле идея вообще хорошая, и посты хорошие, и мысли хорошие так делать, и так поступать. И, ну, это единственное, что надо в течение года, конечно, это как-то стараться бдеть и так далее, вспоминать и более тщательно, и более грамотно, конечно, думать о том, какие ты вообще ставишь цели. Поэтому я решил записать вот несколько тоже, ну, классических два каста, о том, что было, какие цели были поставлены, и о том, собственно, какие задачи вообще были выполнены, и что было вот сделано. Это будут такие пока предкосты, потому что... У меня сейчас нет просто под рукой, собственно, самого блога, с которого вот можно было прямо зачитать, что я там какие-то непосредственные задачи себе ставил, но основные как бы мысли, я слава богу, да, очень хорошая еще тема. Если у вас есть какой-то вот блог или сайт, вывешивать в качестве каких-то баннеров сбоку основные мысли, чтобы они... Вот я не зря сказал вначале, чтобы они или там на стеночку себе, если у вас нет блогов и сайтов дома, например, там на рабочий стол, чтобы они постоянно вот у вас и сильно напоминали об вот тех задачах, которые вы себе поставили. Просто я как раз такие задачи себе поставил, и вот такие баннеры повесил, поэтому об основных задачах я как раз помню. Основные две задачи, которые были поставлены на... Точнее, три задачи, которые были поставлены на этот год, они все провалены. Я, кто не понял, как бы уже перешел, так как, да, я обещал сократить растекание мысли по древу, да, вот это бла-бла-бла, поэтому я вот, начиная с этих новостей костов, говорю очень коротко, конкретно и по делу. Так вот, я в прошлом году поставил для себя три цели, и ни одна из них не была выполнена. И, собственно, я вот хочу сейчас пройтись по этому и рассказать, какие были поставлены цели и почему они вообще не выполнены. Первая цель, которая у меня была поставлена, это была поставлена задача раскачать тело. В общем-то, задача правильная, хорошая, замечательная, прекрасная и так далее. Но я на этой задаче, я не нашел себе мотивацию. И я на этой задаче в очередной раз убедился, что есть вот, скажем так, цели, вообще цели, идеи, вкусы, ну, как бы вкусы, они, да, если есть вкус к чему-то, ну, я сейчас просто приведу пример, например, вкус на, там, ну, а-ля вот был, на блондинок, там, а-ля Мерлин Монро, да. И эти, как бы, вкусы просто, я когда как раз вот занимался пикапом, многие страдали вот этими шаблонизированными вкусами, то есть не солидно встречаться просто с какой-то девушкой. Это, ну, типа, ты, это не зачет, да, надо вот там заниматься любовью только вот с каким-то шаблонизированным типом, иначе, типа, публика не примет, не зачтет. И вот есть, как бы, цели шаблонизированные, определенные, и есть цели твои. И вот эта цель, она была абсолютно шаблонизированной, то есть, о, круто, все качаются, давай-ка я тоже займусь. И я вот в очередной раз до себя убедился, что есть, вот, не зря Зеланд писал, есть два понятия, есть твоя цель и есть, ну, твоя дверь, да, вот, как бы, есть твой путь. И ты должен не только найти свою дверь, ты должен найти еще в своей двери свой путь. Тогда ты, твоя, как бы, жизнь будет абсолютно, ну, в максимальном смысле гармонична. И быть здоровым, да, вот это, как бы, одна из моих дверей, грубо говоря, да, но идти к своему здоровью через качалку, вот, это была неправильная дорога, которая была, да, у кого-то взята, содрана, хотя, что самое интересное, вот, как только я это для себя понял, многие мои друзья начали меня осуждать. Мол, да ты мудак, там, да, там, тот спорт, которым ты занялся взамен, как бы, танц, взамен, там, качалки, он тебя не сделает, как бы, счастливым, он не сделает тебя накачанным, там, и так далее, вот. Но, хотя, абсолютно, кто вообще сказал такой, да, поставил такой стандарт, что все должны быть накачаны, не совсем понятно. Вот, я для себя, я позанимался, понял, что меня, короче говоря, что меня абсолютно не вкуривают, абсолютно не улыбают и не радуют. Качалка, то есть, почему? Потому что это, во-первых, асоциальное явление, то есть, социальная составляющая для меня важна. Качалка, это является таким явлением асоциальным, то есть, все приходят в своих плеерах, максимум, если с тобой кто-то, ну, разговаривает, это какие-то качки, которые к тебе подходят и говорят, что неправильно делаешь какие-то упражнения, или какую химию надо жрать, вот. И я перестал получать, то есть, абсолютно, ну, какую-то мышечную радость от этого. И плюс еще эффект, он растянут на какое-то большое протяжение. Поэтому у меня достаточно, ну, недостаточно, у многих моих друзей мотивация сдыхала быстро. Я продержался где-то с декабря, там, по июнь или по июль, или даже по август еще периодически пытался заставить себя ходить. Ну, то есть, там, месяца 8-9 я продержался, но в итоге тоже сдохла мотивация. И я, на самом деле, рад, потому что я вернулся к тому спорту, ну, я рассказывал, да, про авиа, то есть, это танцы. Я вернулся к тому спорту, с которым я начинал, и, в общем-то, я остался довольным, что я снова в этом спорте, потому что это действительно мое, мне это нравится, я получаю удовольствие, и я вижу результат, и он, в общем-то, может меняться достаточно быстро, плюс есть социальная составляющая. Поэтому я, как бы, понял, что цель была поставлена неправильно. И, да, я чуть-чуть поменял свое тело, там у меня чуть-чуть появились мышцы, у меня чуть-чуть появилось, как бы, что-то тело как-то поменялось, там чуть-чуть подкачался бицепс, я чуть-чуть, может быть, где-то выпрямился. Но, в целом, да, спасибо, как бы, качалке в этом плане, но в целом я рад, что это позакончилось, поэтому я не считаю, что эта цель, как бы, такая, андон. То есть, вполне нормально. Была просто поставлена неправильная цель. А задача как бы следующая, которая была поставлена, я сразу просто перепрыгну на, я просто порядок не помню, поэтому сразу перепрыгну на одну из тех, которых я помню Это миграция в Таиланд, то есть была поставлена задача съездить там на длительный срок, на месяц или на два в Таиланд, отдохнуть, покататься, посмотреть вообще и параллельно как бы искать работу Но ввиду разных причин идея отменилась и сначала я даже как бы обрадовался этому, но я еще буду просто делать об этом серию костов, серию как бы разных записей И я как бы понял, что на самом-то деле вот эта идея как бы сепарации, скажем так, идея деления, я сейчас не хочу забегать вперед, это тема опять же отдельного обсуждения Но она все равно для меня актуальна И здесь именно вопрос вот объединения сепарации с эмиграцией, она очень актуальна, хотя бы по тем причинам, что, например, ну то есть плюсов много Понятно, что это сложнее в 10 раз, но плюсов здесь много, например, почему? Потому что, ну грубо говоря, куда мигрировать москвичу, если у тебя здесь своя хата? Ну куда? Снимать еще одну? То есть, ну я понимаю, что это защита рационализации, но, как сказать, или куда-то вот в провинцию ехать, но как бы, как сказать, лучше поехать тогда как бы не вниз, а делать прыжок в более качественном смысле, ну уже выше, чем, да, то есть как это, поднимать градус после вина коньяк То есть, ну после Москвы надо тогда Европу смотреть или там что-то еще, или там Канаду какую-то Вот, это вопрос такой первый И, соответственно, второй вопрос, который заключается в том, что жилье в том же Таиланде, в Италии и так далее стоит на порядок меньше, на порядок и жилье в аренду и жилье в покупку, чем будь она не ладно в Москве Это тоже вот имеет большое значение Соответственно, еще один такой немаловажный тоже момент заключается в том, что... Тоже такой, да, немаловажный момент Заключается в том, что это беспрецедентная возможность выучить какой-то язык, ну и в целом просто посмотреть мир и так далее, и проверить себя Вот, поэтому, к сожалению, здесь вот действительно такой полный андон То есть, задача не выполнена, задача провальна, я к концу года пожалел И, наверное, может быть, на следующий год, я сейчас пока еще об этом не думал, но, то есть, такую задачу ставить я себе буду, как вариант Окей Задача третья, которая была поставлена, это была задача сдать хотя бы базовый детский экзамен кембриджской системе по English Задачу тоже я провалил, потому что посчитал, ну зачем я буду тратить еще там 100 баксов И пожалел, потому что, на самом деле, лишнее, опять же, о том, что подучить English, потому что для того, чтобы сдать экзамены, English как бы подучивать нужно Она бы не помешала И в этом плане, как бы, я пожалел, действительно, что я не пошел этим путем и не стал сдавать экзамены Зря И на следующий год, наверное, я эту задачу для себя поставлю Вот, теперь, собственно, я хотел бы просто подвести итоги года вообще в целом И, наверное, построить, поставить, ну, это уже следующим постом, поставить планы на год следующий Итоги года, собственно, в общем, в целом На самом деле, год, с одной стороны, был сложный Но, с другой стороны, как и следовало, конечно, ожидать, и было бы странно, если бы было по-другому В общем-то, год был позитивный Почему? Ну, во-первых, сложный он был, потому что я, ну, здесь, это уж совсем такие личные вопросы Я, как бы, не буду уж эти вопросы, эти вопросы здесь касаться и описывать Но были большие сложности в личном плане Потому что надо было решить, добить, закрыть, там, и так далее И тьфу-тьфу-тьфу, но под конец года все эти, как бы, вот эти личные вопросы Они совершенно потрясающим, чудесным образом закрылись И поэтому тоже надо, как бы, делать отдельный какой-то каст или отдельный пост писать Но в целом я, вот, довольный, что все произошло именно так Следующее, следующий, как бы, ну, такой момент тоже, который нельзя вот не отметить Это то, что я к концу года, ну, принял решение о таких действительно серьезных вообще решениях по смене работы и так далее И это тоже нельзя не отметить Вот, разумеется, нельзя не отметить и прогресс там в языках То есть и в английском языке, и, как бы, курсы были в этом году То есть скачок в области языков совершен в этом году колоссальный Ну, то есть, как минимум, на ступень я прыгнул в инглише И, наверное, на ступень я прыгнул в спанише, в испанском Это очень хорошо Вот Минусы С одной стороны, много чего понял, приобрел огромное количество опыта С другой стороны, к концу года накопил достаточно большой объем антропии и стал весьма агрессивен Что тоже не очень хорошо Наверное, каких-то таких, ну, больших поступков Кроме того, что я вот написал, написал отчет по кубе и сделал серию кастов Ну, в общем-то, для меня это не того у меня поступки, которые хотелось бы совершать Наверное, больше поступков никаких не было И это тоже печально И вот в следующем году мне хотелось бы сделать такие поступки больно глобального характера Да, еще нельзя не отметить того, что было очень много вложено в бизнес Понял, что это абсолютно не та тема То есть, может быть, она и была бы, ну, скажем так, выигрышная Та тема в бизнесе, которую я продвигал с фотографией Но и прибыль была и есть до сих пор Но я понял, что это не настолько рентабельно, может быть, насколько поиск новых идей И вообще много чего понял по продажам Ну, извиняюсь, не по продажам, а по заработку денег вообще здесь, в России По заработку денег в Москве По тому, где работать и, соответственно, какой вести бизнес Здесь я сделал для себя вообще тоже большие выводы Открыл, кроме вот основного бизнеса Еще, сколько мы сделали? Два, да, два направления Которые возымели определенный результат Возымели определенную прибыль Одну, причем неплохую прибыль возымело Я много достаточно денег с этого поимел Это тоже хорошо Вот, наверное, в принципе, все по итогам И следующий постик запишу, наверное, по выводам за этот год Продолжение следует...